Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами снова Лев. Во время прогулки с собакой тут гуляем. Забрел в одно из мест, где я люблю снимать видео. Да, сейчас в Абхазии нахожусь. В протяжении какого-то времени видео будет отсюда. На берегу моря что-то я не решаюсь уже больше снимать. Если прошлое видео смотрели, то проблематично слушать то, что я там говорю. Потому что шум волн и галька это в общем... Для последующих видео все-таки буду выбирать вот такие вот места. Тихие, может быть тут ветра меньше, лягушки только клакают. Ну вот, в общем, тема видео касается вопросов счастья и того, как же стать, может быть, более счастливым или больше счастья чувствовать. Интересная такая у нас дискуссия на этот час в чатах прошла. И решил вот, что меня и побудило в общем-то снять это видео. Дело в том, что мысль основная в том, что с количеством денег вроде как это и не связано совсем. То есть с наличием какого-то богатства и так далее тоже. Как сериал такой был в 90-е, богатые тоже плачут, да? То есть тоже наркомания, тоже алкоголизм, страдая точно так же. То есть деньги в общем-то в этом смысле они не решают. А ключ, к счастью, он даже не столько во внешних проявлениях, сколько в своем внутреннем состоянии. То есть счастлив тот, кто умеет быть счастливым, если вот так вот вкратце сказать. Ну вот, а ключики вот эти вот к этим состояниям, да, счастья, они, конечно, у всех свои. То есть я вот за собой слежу в этом плане. То есть ну смотрю вот, что может меня так порадовать и может на какое-то время сделать меня более счастливым. Ну вот гуляя, допустим, в лесу, здесь воздух чистый, тихо, птицы поют. Я чувствую, что, ну, какое-то такое благостное такое состояние. Мне хорошо. Мне хорошо, спокойно, хочется дышать полной грудью. Вот этот воздух – это для меня ценность. Тишина для меня – это ценность. Какие-то новые места, да, какие-то интересные растения – для меня это тоже ценно. То есть нашел интерес, появился и как вот увлекаешься вроде как. Находишь какой-нибудь ручей, родник – тоже мне вот это вот все определенную радость доставляет. Вот, то есть я стараюсь отслеживать такие вот какие-то мелкие, да, казалось бы, такие вот такие простые, такие доступные от природы вещи, которые бы меня радовали. И стараюсь как можно больше их у себя как бы в голове сохранять в том плане, чтобы, ну, пытаться, когда мне это нужно, эти состояния вот счастливости достигать, да. И, ну, что хочу сказать. То есть я не ищу сознательно тех состояний, которые вот с финансовыми, допустим, результатами какими-то, да, связаны. Это, конечно, тоже, безусловно, приятно, но вот как практика показывает, заработанные, да, 100 долларов, они приносят радости меньше, чем потерянные 100 долларов. Приносят, как бы, ну, не радости, да. То есть урон от потери 100 долларов психологически, он почему-то больше, чем от заработка тех же 100, той же, ну, сотни долларов, да, например. И вот это вот приводит к тому, что если человек пытается на финансовом плане, да, вот эти вот вещи, ну, пытаться, да, я уже сказал, что это бессмысленное занятие, да, ну, пытается он стать более счастливым за счет того, что он пытается больше денег зарабатывать. Ну, это тупиковый путь, то есть он в любом случае будет проигрывать. Всегда будут такие ситуации создаваться, что он будет себя плохо чувствовать. И это еще будет усугубляться тем, что в последующем, да, ему, чтобы достичь того же состояния, сейчас ему нужно будет больше денег заработать. Вот, ну, соответственно, и большие потери возможны, да, при этом. И, как бы, этот путь, он очень сложный и фактически вот тупиковый. То есть все равно дойдет до какого-то момента, когда человек уже не может достигать вот этого состояния хорошего, благостного за счет этого. Ну, вначале может быть и возможно. И вот как раз-таки вот тоже хотелось бы отметить, вот люди у нас во власти, да, в России. То есть как можно быть счастливым, если твои соотечественники прозябают нищете, сгорают в пожарах, там, обмануты постоянно, то есть их там интенсивно уничтожают, готовят страну к развалу, да. И при этом вот они, эти люди, которые, ну, в власти находятся, они это все видят, позволяют в каком-то смысле, да. Как они могут быть счастливыми? То есть их души мертвы на самом деле. Другого объяснения у меня нету. Что управляет их телами, да, как вот в фильме «Ходящие мертвецы», я не знаю. То есть это не живые люди в моем, ну, как бы понимании. То есть живой человек так, ну, он просто спать спокойно не сможет, если будет знать, что с его народом происходят вот такие вещи, которые у нас в стране творятся. Поэтому, ну, как вот, они, эти люди наверняка далеки от счастья, они живут там, я не знаю, в страхе, окружаются свои там владения, я не знаю, заборами высоченными. Как вот пример тоже приводился, что даже построили рядом какой-то жилищный комплекс и построили вот таким образом, чтобы с той стороны дома, который выходит на владение вот этого там человека, да, влиятельного, чтобы там окон не было. То есть тут ни в кое-что сочи люди не выходили на балкон и не смотрели, как он там живет. Ну, это вот эти вещи, они, конечно, это и смех, и, как бы, я не знаю, что это, и грех, как говорится. Вот, так что мое мнение на этот счет, то, что нужно искать какие-то вот простые такие вещи, которые делают нас более счастливыми, и стараться запоминать их. Вот моя позиция, что все, что касается природы, с естеством связано, вот оно, это вот настоящее, это то, что нас будет делать радостнее. То есть, ну, природа, экологическая обстановка, вот это вот те вещи, за которые надо бороться. Ну, вот живут у нас люди, да, допустим, вот у нас в Вежевске, ну, часть людей в окна мусор бросает, а другие, они, как бы, ну, ну, то есть, они, вроде, не говорят этим людям ничего, и сами, вроде как, убирать не хотят, и живут в этом. И получается, что все в итоге уровень, как бы, качества жизни, ну, он падает для всех. Хотя можно было бы собраться, сделать, провести субботник, постараться совместно отследить, кто, значит, пакостит, и как-то на них воздействовать. То есть, ну, прийти просто всем подъездом, как говорится, к этому человеку, ну, заявиться не в том смысле, что там его там побить или еще что-то, ну, просто показать, что вот весь подъезд, он, как бы, единый организм, и вот этот человек, он, как бы, ну, он неуместен, и такое поведение неуместно. И попытаться воздействовать, да, ну, и следить, чтобы это в дальнейшем не повторялось. Вот, ну, вот у нас этого единства нету в стране. Я не знаю, очень мало где порядок, к сожалению. Ну, вот, ну, ладно. В принципе, мысль я свою изложил. Если вы согласны или не согласны, пишите, пожалуйста, ваше соображение в комментариях. Эта тема для меня очень важна, для многих, для всех важна. Поэтому какое-то вот общее мнение, общее представление об этом сформировать бы хотелось. Ну, и, конечно же, мнение других людей услышать. Спасибо за внимание. Ставьте лайки, если это видео было интересным, полезным. Подписывайтесь на мой канал. Всего доброго. С вами был Лев. С вами был Лев.